Жители гусарской баллады бьют тревогу. Их дети ходят в школу по проезжей части. Автобусов для подвоза школьников не хватает. Опасны перекрестки, отсутствие достаточных пешеходных зон. Все это стало предметом серьезного разговора на круглом столе общественной палаты Одинцовского района. В зале родители, представители управления образования, общественных организаций, межмуниципального управления МВД России Одинцовская. 18 маршрут, соединивший гусарскую балладу и Одинцова, по словам жителей, не справляется с нагрузкой. Утром в часы пик едут школьники и есть у нас материалы, много обращений. Нарушаются и правила перевозки детей, то есть вообще пассажиров едут люди стоя, дети едут стоя. Водители останавливаются в неположенных местах остановки. И хотелось бы обсудить вот этот вопрос. Руководитель сообщества родителей Одинцовского района Марьяна Кристалинская отмечает, жители гусарской баллады не раз обращались с просьбой решить вопрос транспортной доступности школ для их детей. Насколько я знаю, жители гусарской баллады готовы были инициировать введение, скажем, дополнительных маршрутов, если это возможно, даже платных. Но эти маршруты должны быть с определенным графиком, да, именно под подвоз детей. То есть мы не будем называть, что это школьный маршрут, но он должен быть разработан действительно для того, чтобы было удобно детям. Если сделать маршрут какой-нибудь 18А, да, и пускать его в утренние часы, да, вот по запросу мы делали запросы в гимназию 13-ю и 12-ю, вот в данный момент, ну в этом году, 86 учащихся это гимназия номер 12 и 126 это гимназия 13-я. Можно сделать социальный маршрут, который оплачивается частично из бюджета городского поселения и выпадающие доходы ему оплачиваются из Министерства транспорта. Еще одна проблема – расположение автобусных остановок. По словам жительницы гусарской баллады Татьяны Трофименко, школьники вынуждены пересекать проезжую часть и стоять практически на дороге в ожидании автобуса. Начинается день с того, что ребенок должен самостоятельно перейти на ту сторону, по переходу на ту сторону Можайского шоссе, основка около Евродома, которая, мы знаем, не оснащена абсолютно какими-либо удобствами, то есть ребенок стоит буквально около дороги. Все озвученные вопросы были адресованы не только городской администрации, но и представителям управления образования и ГИБДД. Старший инспектор по пропаганде о ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Одинцовская Евгения Воронина в очередной раз напомнила собравшимся о необходимости создания родительского патруля близ образовательных учреждений. А заместитель начальника управления образования Ирина Павленко сообщила, что в ближайшее время состоится выездная комиссия по оценке дорожной ситуации близ школы «Дружба». Запуск автобусного маршрута запланирован на январь 2018 года.